Привет, друзья! И вот сейчас перед нами настоящий универсальный боец. Бюджетник от Xiaomi Redmi Note 8T. Наконец-то! Вы знаете, что у бюджетника мне хватало? Да, именно NFC. Ну и быстрой зарядки и передачи с портом USB Type-C. Да ладно! Да ладно! Здесь все это есть. Причем и цена у него тоже очень даже демократичная. Но некоторые нюансы у него тоже есть, на которые я буду обращать внимание. И вам советую. Так что поехали! У меня глобальная версия, которую я брал за 159 долларов на Алиэкспресс. Еще мне пошлины баксов так 12 насчитали на таможне. Потому я бы присматривал также у нас. Смотрю через Е-каталог, чтобы увидеть где что почем. Это текущие цены в Украине. Кстати, в России такой же принцип. Версия 4.64 гигабайт памяти. Именно этот вариант я считаю наилучшим бюджетным выбором. Потому что сейчас я сравниваю его в Е-каталог с обычным Redmi Note 8, который вышел чуть раньше. И смотрю, что цены практически один в один. А вот здесь внизу видно вообще, что они сравнялись. Так что выбор очевиден. И стоимость вполне себе адекватная. Коробка у нас не маленькая, так как и смартфон не малыш. И плюс блок быстрой зарядки тоже занимает место. Экран трендовый 19,5 к 9. 6,3 дюйма. Конечно же Full HD. Здесь хорошая IPS матрица. В моем случае Tianma. Дисплей как бы немного уже и выше. Чтобы удобнее было держать в руке. И чтобы больше информации попадало на экран. Это и хорошо с одной стороны. А с другой стороны в кармане не всегда может быть удобно носить длинные смартфоны. А высота у него 161 миллиметр. При этом вес почти 200 грамм. Также рамки на сегодня не самые тонкие. Но я не буду придираться, так как отдаю себе отчет в том, что это все-таки бюджетное устройство. Да и ко всему можно привыкнуть. Просто народ уже разбалован. А вот например 2 года назад 5,5 дюймов и большие рамки это было в норме. Цвета есть черный, синий и вот такой как у меня. Кое-где пишут, что он белый, но... Нет, не хуй. Бело-фиолетовый. С градиентом. Покупался для девушки, ей подойдет. И вживую выглядит действительно очень красиво. 3,5 миниджек. Два отверстия под микрофон, вход USB-C и динамик на нижней грани. Я думаю, что очень удобное расположение, особенно 3,5 миниджек. А сверху, там где второй микрофон шумоподавления, не забыли и о инфракрасном порте. А вот и хорошая новость для владельцев карт памяти. Здесь можно одновременно ставить и две симки и карту. Если торцы у нас пластиковые, то задняя крышка стекло. Сканер отпечатка пальцев непривычно маленький, но срабатывает действительно очень точно. Скорость срабатывания не самая быстрая, но на достаточном уровне. Также можно разблокировать при помощи лица. Ну и конечно же блок камер. Напихали их сюда по самое не хочу. Целых 4 модуля. Половина из которых, конечно же, маркетинговые. Но мы к ним еще доберемся. Кстати, в комплекте есть простенький силиконовый чехол, который, что немаловажно, прикрывает выступающие камеры. То есть он не даст им царапаться. Так что не выбрасывайте, а пользуйтесь, пока не купите что-то более надежное или стильное. Со временем прозрачный чехол, конечно же, потемнеет. А в черной модели, если не ошибаюсь, должен быть затемненный чехол. Он-то точно не пожелтеет. По железу и скорости работы, это типичный средний бюджет на сегодня. В смартфоне установлен Snapdragon 665. Это слегка усовершенствованный 660-й Snapdragon, который был установлен еще в легендарном Redmi Note 7. Конечно, прирост в производительности есть, но не сказать, что очень существенный. Например, после установки с десятка приложений, при сворачивании окон управлением жестами, иногда могут встречаться микрофрезы. Но не сказать, что это глобально портит впечатление, ведь в целом смартфон работает довольно шустро. Но все же стоит это подметить. Еще в процессе использования и съемки данного ролика прилетело обновление на MIUI 11. И как раз в нем обещано улучшение стабильности системы и увеличение скорости работы. Как ни крути, Xiaomi допиливает свой продукт. Самые тяжелые игры типа танков можно спокойно играть на средних настройках. Ультра настройки уже ему не под силу, чтобы играть со всеми HD текстурами. С PUBG тоже не будет проблем, а Call of Duty Mobile и вовсе будет летать. В телефоне почему-то отсутствует индикатор уведомлений, хоть в том же Redmi Note 8 он есть. Это фиаско, братан! Неужели здесь на нем решили сэкономить? Хотя с другой стороны, сейчас уведомлений от всего, что только можно, столько, что порой смысл индикатора теряется. Все равно не поймешь, от чего конкретно он мигает. Можно активировать пробуждение экрана по двойному тапу и иногда посматривать при желании. А можно и вовсе, как я, пользоваться фитнес-браслетом. Это намного эффективнее, чем индикатор уведомлений и удобнее. Да и недорого. Посмотрите, кстати, два сюжета о Mi Band 4 и я добавлю их в конечные заставки. Хочу также отметить звук из внешнего динамика. Xiaomi акцентировали на нем внимание. И действительно, звучит смартфон достаточно громко и объемно. Но не сказать, что прям поражает воображение. В Mi 9T звук точно не хуже, к примеру, как и в Redmi Note 7. Разговорный динамик, как всегда, в Xiaomi отличный. Звук из наушников также не выделяется чем-то особенным, но в то же время мне он понравился. А главная громкость, как по мне, достаточная. Хотя, если выставить другой регион, например, Индия, то громкость встает еще больше. Может кому-то пригодится. Самое интересное, это у нас камеры. Сзади целых четыре модуля и еще один спереди в качестве фронталки. Так вот, основной модуль, давно проверенный и хорошо зарекомендовавший себя в средне-бюджетном сегменте, модуль Samsung GM1. И самое интересное, что в том же Redmi Note 7 стоял такой же модуль в качестве основного. И он уделывал телефоны Samsung, тот же A50 или A30, A60, которые стоили дороже. Кроме основного модуля на 48 мегапикселей, имеем также широкоугольный на 120 градусов 8 мегапикселей. Макро-модуль на 2 мегапикселя и для замера глубины резкости также на 2 мегапикселя. Эти двое ребят, самый что не есть маркетинг. Вот давайте сейчас как раз и заценим макро. Это 2 мегапиксельный макро-модуль, нить на дереве. Сдалека вроде бы ничего, но стоит приблизить и сразу видно, что разрешение низкое. А вот уже на основной модуль. Да, фокус дальше. Но что нам стоит сделать кроп? Приблизив все это дело так же, сделав одинаково. На основной модуль все лучше. И детализация, и цветопередача просто колоссальная разница. Вот вам и доказательство того, что это маркетинг. Причем никчемный. И так во многих современных смартфонах. Просто бесполезные дополнительные модули. Лучше бы без них, но с лучшей основной камерой. Или хотя бы оптическим стабом. Еще в режиме 48 и 12 мегапикселей фото отличается не сильно, вот как здесь. Ну конечно же, кроме размера самого фото. Вот мы смотрим сейчас на это фото, причем я сравниваю на большом экране. И разницы не вижу абсолютно никакой. Но давайте возьмем другое фото, где есть текст на вывесках. На самых дальних объектах надписи немного четче на 48 мегапикселях. И вы знаете, думаю не включая их постоянно, вы вряд ли заметите большую разницу. Разве что всматриваясь вот как я сейчас. Теперь давайте сравним ширик и основной модуль. Сейчас вы видите, насколько больше угол и насколько больше пространства захватывает ширик. Здесь нужно понимать, что качество от ширика ждать конечно не стоит. Но в реальности это может пригодиться, когда пространство ограничено, а вам нужно запечатлеть больше. Хоть конечно дисторсия и искажения никуда не денутся. И зачастую угла основной камеры будет вам хватать. И давайте еще для сравнения один и тот же ракурс в трех режимах. Слева направо основная камера, ширик и еще приближение в два раза можно тоже сделать. Но это не отдельный модуль, а всего лишь программный зум основной камеры. Портреты также можно неплохие делать, ошибок будет мало. Есть также ночной режим, который неплохо вытягивает в недостатке освещения. И неким образом я бы сказал даже перенасыщает цвета. Но фото вполне смотрибельные. В хорошем или нормальном освещении можно получать отличное фото. Особенно с учетом его цены. Фронталочка же у нас на 13 мегапикселей. F2.2 чуть темнее чем мы привыкли. Но на сегодня это нормальная камера. Можно делать фото с размытием заднего фона. Кстати с учетом того, что модуль лишь один. Тест съемки видео на Redmi Note 8T. Full HD 30 кадров. Именно в этом режиме у нас присутствует электронная стабилизация. В 4К 30 кадров и Full HD 60 кадров ее нет. Так что это самый лучший вариант. Автономность. Наш смартфон обладатель банки на 4000 мА. Это уже означает, что автономность у него далеко не слабая сторона. На день активного использования, например, если смотреть целый день видосы с YouTube с небольшими паузами, его хватит точно. При умеренном использовании на 2 дня можно растянуть. YouTube через Wi-Fi забирает 5% заряда за 30 минут. А вот игры ровно в 2 раза больше. 10% за полчаса. То есть аппетит в нагрузке ощущается. Это все на яркости 70-75%. Быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Как я уже говорил, блок быстрой зарядки уже с коробки. И докупать ничего не нужно. И вообще я считаю бредовой идеей делать поддержку Quick Charge и класть обычные зарядки. Ох уж этот маркетинг. В общем за 30 минут он набирает 35%. За час 69%. А за час 45 он зарядился полностью. Сейчас думаю пора подытожить. За эти деньги альтернатив данному смартфону я просто не вижу. За исключением того же Redmi Note 8 без буковки T. Но только помните, что у него нет NFC. А значит платить при помощи Google Pay, как вот сейчас я снял этот же смартфон и его хозяйку за этим занятием. Без NFC в общем это было бы невозможно. Но это не все. Где еще может пригодиться NFC? Да вот элементарно моя Bluetooth колонка поддерживает NFC Connect. Просто поднеся к ней можно отключать или подключать колонку. Или просто бэриком скинуть картинку через Android Beam например. Притулив спинками два смартфона. Метки там и еще много чего можно использовать. И лично я не рассматривал бы сегодня для себя смартфон без NFC в принципе. И китайцы это наконец поняли, что есть запрос. И начали ставить его. Разве что вы не пользуетесь им и не собираетесь. Тогда можно смотреть на обычный Redmi Note 8. А Redmi Note 8T точно стоит своих денег. Было бы также интересно сравнить его с референсом Redmi Note 7. Который у многих сейчас на руках. И стоило бы его менять или нет. Ну просто глянуть. Так что если интересно, сделаю небольшое сравнение. Подписывайтесь на канал друзья. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok